Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесии. Живописному Карачаевску исполняется 97 лет. С праздником горожан поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Карачаевск – один из немногих городов, который не возник стихийно, а был спроектирован и построен с нуля. Город, где была основана первая в регионе высшее учебное заведение, для нескольких поколений студентов и преподавателей стал родным. Многие видные ученые, педагоги и писатели вышли из стен Качегу имени Умара Алиева. Карачаевск сегодня динамично развивается, модернизируется медицинские и образовательные учреждения, объекты спорта и культуры, общественные пространства. Это уютный и атмосферный город, который с первых минут располагает к себе. И таким его делают жители Карачаевска трудолюбивые, радушные, открытые. Благополучие и развитие. Желаю встретить вековой юбилей еще более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни, говорится в поздравлении Рашида Семрезова. Переносимся из Карачаевска в Черкесск. Сегодня в республиканской столице проходит осенняя ярмарка. Свежую и качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представят порядка 200 производителей из Карачаева-Черкесии и соседних регионов. Большой ассортимент молочной и мясной продукции, овощи и фрукты, нового урожая, кулинарные и кондитерские изделия, свежая рыба, мед, сахар и многое другое. Ярмарка будет работать до 16 часов на площадке сетевого магазина «Гиперлента» по адресу Ленина 387. Открыть свое дело с центром «Мой бизнес» стало проще. Как помогают предпринимателям республики и какие услуги оказывают, об этом вестям рассказала директор центра «Мой бизнес» Диана Хубиева. Диана, здравствуйте. Прежде чем мы начнем обсуждать, перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора, давайте напомним сначала нашим зрителям, что такое центр «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии и в чем заключается его главная задача. Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики – это многопрофильная площадка инфраструктуры поддержки бизнеса, малого и среднего бизнеса нашего региона. Основная ее задача – это поддержка, государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы живем непростое время, тем не менее мы видим, что предприниматели Карачаево-Черкесии, они сидят без дела, они продолжают развиваться, осваивают новые рынки, какие-то площадки находят для себя. Скажите, какие меры поддержки в основном запрашивают представители бизнеса? Сертификация продукции и услуг. Поскольку у нас много сейчас предпринимателей, которые реализуют свои товары через маркетплейсы, эта услуга стала одной из самых востребованных. То есть мы полностью декларируем, сертифицируем и продвигаем их товары. Я думаю, вы согласитесь со мной, что у нас в республике очень много молодых, креативных людей, которые хотели бы заняться своим делом, открыть свой бизнес, но не знают с чего начать. Вот что бы вы им посоветовали, на какие направления обратить внимание, какой рынок сегодня, на ваш взгляд, наиболее перспективный? И скажите, эти молодые люди могут рассчитывать на поддержку со стороны государства? Да, конечно, к нам очень часто обращаются молодые люди. Молодые предприниматели у нас считаются от уже даже сейчас 14 лет до 35 лет включительно. Мы уже на протяжении нескольких лет, благодаря федеральной поддержке, выдаем гранты для молодых предпринимателей для начала или же развития своего бизнеса. Гранты небольшие, но для предпринимателей именно в их возрасте они очень актуальны. Кроме того, мы помогаем им стать самозанятыми гражданами, поскольку мы всегда рекомендуем сначала начать с маленького, чтобы не платить большие налоги. А также мы их координируем, помогаем выбрать то или иное направление. Вот сейчас к нам приходят, говорят, вот у меня есть вот такая идея, что вы нам посоветуете. Но мы иногда бывает, что отговариваем, потому что понимаем, что на сегодняшний день он не сможет. То есть он будет вкладывать какие-то инвестиции, капитал и не сразу увидит результат. А есть направления, как небольшие IT-проекты, IT-стартапы. Или же, например, у нас, поскольку развита легкая промышленность, очень часто предприниматели обращаются в другие соседние регионы, чтобы даже элементарные вышивки на их продукции и другие подрядчики им помогали делать. Очередная группа заключила контракт с Министерством Вороны России. Все они отправились в пункт отбора на военную службу. Защищать страну – долг каждого. И мы, не задумываясь, подписали контракт и поспешили, чтобы поддержать наших бойцов, признаются граждане нашей республики. Также перед отправкой они проходят инструктаж. Подписать контракт сейчас очень легко, все по упрощенной схеме. Человек обращается по месту регистрации в свой военкомат. У нас сейчас во всех регионах сидят наши представители. Они приходят туда, узнают условия, им дают перечень необходимых документов. Они их собирают, проходят в медкомиссию, затем приезжают сюда, здесь подписывают контракт и убывают в учебный центр. Общественный транспорт – это зона особой ответственности. При осмотре данной категории авто никаких снисхождений, каким-либо даже самым малозначительным несоответствием быть не может, категорично подчеркивают полицейские. Ахмат Халкевич подробнее. На пункте технического осмотра имеются три поста. На первом идет проверка документации, идентификационных номеров, а также внешнего состояния транспортного средства. Затем на втором посту осуществляется обследование катовой части, электроприборов и экологических характеристик. Ну а в завершении эксперты проверяют приборы головного освещения. При необходимости специалисты здесь же осуществляют их настройку. При любом выявлении нарушений, вот вы видели, как проверяются тормоза, если торможение неэффективное, то мы отказываем. Там также масло, капли падения, ну вот это все проверяется. При любом малейшем нарушении, да, отказывается до устранения данного нарушения. Особое внимание уделяется эта ходовая часть тормозам, рулевому управлению, также тахографу. Это режим, который записывает режим труда и отдыха водителя. Совместный с сотрудником полиции технический осмотр автобусов проводит эксперт со специальной аккредитацией, которая позволяет ему производить комплексную проверку транспортных средств категории М2 и М3. Транспорту, задействованном в сфере пассажерских перевозок, если ему больше пяти лет, обязательно проходить технический осмотр через каждые полгода. Ну а до указанного возраста эта необходимость сокращается до одного раза в год. Когда мы начинали работать три года тому назад, были только одни старые пазики. Конечно, с ними очень тяжело было работать. Они даже из технического состояния у него нормально, но козова уже все ржавые, гнилые, и с этим ничего не подержат. На сегодняшний день автопарк в городе, да, поменялся в лучшую сторону. То, что с линии уже практически они убрали старые автобусы. На сегодняшний день у них около 40 автобусов новых. Очень приятно, приезжают идеально новые автобусы, все великолепно. Технический осмотр транспорта – это не просто обязательная плановая процедура. Она позволяет убедиться, что машина работает исправно и не несет опасности. Ведь исключительно комплексная проверка обеспечивает безопасность не только водителей с пассажирами, но и всех участников дорожного движения. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Крачаева, Черкесия. В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошел вечер памяти «Солнце светит всем», посвященный 85-летию со дня рождения крочаевского прозаика, поэта, драматурга и переводчика Мусы Батчаева. В мероприятии участвовали ученые, общественные деятели, поэты и писатели, деятели культуры, студенты колледжа и педагоги и учащиеся Кумышской средней школы, носящие имя Бусы Батчаева. Огниво уже во всех кинотеатрах страны. Сказочный семейный блокбастер, созданный при участии телеканала «Россия», порадует зрителей. В фильме «Калейдоскоп удивительных персонажей». И эта сказка о том, что настоящая дружба не боится испытаний. Отправиться в незабываемые приключения можно уже сегодня. Альбина Ламкова продолжит. Для детей, да еще всем школьным классом, поход в кино стал настоящим событием. Под впечатлением от увиденной сказки ребята от просмотра делятся эмоциями. А другие только в предвкушении. Современная экранизация «Гнива», снята Александром Войтинским, практически ничего общего с оригинальной сказкой Андерсона не имеет. Но дети этого еще не знают. Нам очень интересно посмотреть эту сказку про смелого солдата, который шел домой. Ему навстречу шла баба Яга и предложила зайти в комнату. Тут суть идет про любовь, про деньги, про друзей, про храбрость, про солдата. Когда он зашел к бабе Яге в дом, она его закрыла, и ему приходилось проходить через комнаты, через испытания. Шелтхазка учит, чтобы быть смелым и храбрым. Фильмы на большом экране – это очень интересно и захватывающе. Дети вспоминают о солдате, о его приключениях, которыми можно вдохновиться. А в отечественной версии – иначе. Ваня – обычный парень, который притворяется солдатом и даже иностранным принцем. В карты играешь, монетки бросаешь, народ на линке дуришь. Это стыдно, Ваня. Брата свою Фому посолишь, а он у самого царя на службе. Создателям фильма удалось воплотить незамысловатый сюжет в формат настоящего блокбастера. Более того, на экране появились персонажи многих русских сказок, что не может оставить равнодушным наших зрителей. Из оригинала осталась только Огнива. В нем заключена и юная слепая царевна Даша. Огнива по сюжету попадает в руки Вани, и ему предстоит разрушить чары колдуна Лиходея. Не пойду я в горы. Маршрут перестроен. Вместе с освобожденной принцессой и дерзким говорящим механическим конем Ваня отправляется в путешествие. Сюжетные перепития захватывают и удивляют даже тех, кто знаком с первоисточником. Поход в кино стал для ребят чем-то большим, чем просто развлечением. Это большая возможность окунуться в мир фантазии, почувствовать себя частью событий на экране. Переживая за героями их приключения. Сказка очень интересная, мне понравилась. Главный герой Ваня, он очень хитрый. И не то, что в сказке. Много интересных эффектов и волшебства. Мне понравилось, как он делал заклинания из книги. Какое бы ты желание загадал? Я бы загадал, чтобы все жили дружно. Там не только огниво, но еще и волшебная книга, и птица, которая исполняет все желания. В сказке детской солдат добрый, помогал всем. Но в этой сказке там какое-то волшебство. Происходит что-то интересное, новое. И они удивляются. Замечательная экранизация по произведению датского писателя Ганса Христиана Андерсона. В новом прочтении на больших экранах нашего кинотеатра. Фильм действительно по сюжету очень увлекательный. Человек, который знает сказку, знает поэтапно, что будет в фильме происходить. Но есть неожиданные повороты. Я уверена, что нашему зрителю понравится в сказке очень много природы. Яркие костюмы, отличная игра актеров. В общем, я очень рекомендую. Превратится ли Ваня из хитрого эгоиста в благородного героя? Справится ли со всеми испытаниями? И удастся ли ему спасти царевну Дашу? Узнаете, посмотрев фильм в кинотеатре. Альбин Ламкова, Олег Молхожих, Вести, Корчаево, Чекисия. Выходим на орбиту. Вместе с курортом Архейз жители и гости Карачева-Черкесии могут насладиться прогулкой по новой канатной дороге орбита до наступления горнолыжного сезона. Начиная уже с завтрашнего дня и по 10 ноября включительно. Администрация курорта предоставляет бесплатный подъем на канатной дороге орбита при покупке билета «День в горах». Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30. Хорошего субботнего утра и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!